Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив. Сейчас трудно представить себе современный сад без хост, а ведь каких-нибудь 20-25 лет тому назад мало у кого из садоводов можно было увидеть этих красавиц. Разнообразие по форме, размеру и окраске. Для любой садовой композиции можно подобрать хосты, в том числе с учетом освещения. В зависимости от плотности и окраски листьев, хосту можно высаживать какие-то сорта на солнце, какие-то в тени. И сегодня о голубых хостах, предпочитающих тень. Голубые хосты поражают разнообразием сортов. Миниатюрные сорта, высота не более 10 сантиметров, высота гигантских хост превышает 1 метр, отличаются и по размеру, и по цвету, и очертанием листьев, по форме куста. Какие-то сорта растут в виде перевернутого конуса, другие создают куполообразную форму куста, третьи нарастают в ширину. И, наконец, хосты в виде самой, на мой взгляд, красивой, вазообразной формы куста. Но все они привлекают внимание необычным строением и окраской. И сейчас в этом обзоре о ярких представителях хост с голубой окраской листьев. Зимостойкость у всех хост хороший, так что не буду акцентировать на этом внимание. Укрытия на зиму они не требуют. И начну с малышей. Первая малышка, уже успевшая полюбиться нашим садоводам, карликовая хоста из серии мышиные ушки, высота 15-22 сантиметра, высота цветоносов до 30 сантиметров, ширина кустиков до 35 сантиметров. Листья в начале сезона насыщены сине-зеленые и изменяются до темно-зеленых к концу лета. Листья очень маленькие, плотные, буквально кукольные. Производят впечатление, что сделаны из пластмассы. Округлые действительно напоминают ушки мышей. Цветет очень эффектными цветами на невысоком цветоносе. Форма соцветия напоминает гиацинт. В первый год после посадки или в год покупки часто мы покупаем хосты в виде корневища в упаковке с торфом. Такие хосты в первый год могут иметь нетипичную форму листа, в том числе и мышиные ушки. Бывает вытянутая форма или наоборот округлая, такая, что даже кажется, что это другой сорт. Но не стоит беспокоиться, все хосты, перезимовав, покажут все свои сортовые особенности. В том числе и Blue Mouse Airs покажет свою мышиноухую форму листа. Далее хоста Love Pad. Это хоста среднего размера, высотой 35-40 сантиметров и шириной от 80 до 100 сантиметров уже во взрослом состоянии. Листья очень толстые, плотные, округлые, морщинистые, чешевидной формы и сизовато-голубой окраски. Цветет в июле. Высота цветоносов 50-60 сантиметров. Цветки бледно-лавандовые, нарастание среднее. Love Pad считают одной из самых синих хост. Круглые морщинистые листья напоминают по своей форме ложечки. Особенностью сорта является способность сохранять насыщенную окраску даже на солнечных участках. Далее хоста Cardian Blue. Среднее по высоте хоста. Листья овально-кленовидные, плотные, насыщенно-голубые. Цветки лавандовые, со слабым ароматом. Дорастает умеренно. Куст высотой около 40 сантиметров, ширина 40-50 сантиметров. Период цветения июль-август. Далее красивое хоста. Парижский шелк с не менее красивым названием. Среднее хоста. Максимальная высота 45 сантиметров. Ширина около 70 сантиметров. Нарастает достаточно медленно. Цветок лавандовый, чрезвычайно нежный. Впечатляет необычная насыщенная голубая окраска листа с серебристым налетом на центральной жилке. Далее хоста Blue Cadet. Это гибридное хоста. Высота около 50 сантиметров. Маленькие сине-зеленые листья с текстурой средней плотности. Листья сердцевидные, с небольшим рифлением, матовые сверху, снизу с сизым налетом. Голубые в начале сезона к середине лета достаточно быстро становятся темно-зелеными. Образует аккуратный куполообразный кустик. Нарастает очень быстро. Далее всем известная и любимая хоста Halcyon. Позднецветущая хоста. Одна из лучших сортов в группе голубых хост. Долго сохраняет голубой цвет. Среднего размера. Высота 50 сантиметров. Ширина около 80 сантиметров. Листья копьевидные. 10 на 8 сантиметров. Рифленые, сине-зеленые. Цветки. Бледно-сиренево-лавандовые. На цветоносах высотой около 60 сантиметров. У этого сорта очень много последователей, так называемых спортов, полученных путем микробиологического размножения или инвитро, то есть в пробирке. Можно сказать, что это классическая голубая хоста. Далее хоста гибридная Bracingham Blue. Среднего размера. Высота 40-60 сантиметров. Ширина 60 сантиметров. Исключительно красивый сорт. Очень эффектный. Один из самых синих. Листья сине-зеленые морщинистые. Чешевидные, сердцевидные и широкие. Цветки белые. Цветение июль-август. Далее хоста Big Daddy. Кусты высотой около 65 сантиметров и выше, в зависимости от условий произрастания. Темно-голубые листья с серебристым меловым налетом, который держится очень долго, особенно если хоста не попадает под яркое солнце. Листва очень плотная, крупная, 30 на 20 сантиметров, с заостренными концами. Матовая у взрослых кустов сильно сжатая. Листья глубоко чешевидные. Цветы бледно-лавандовые, ближе к белому. Тенелюбивые хоста, как в общем-то и все голубые, лучше выглядят в тени и полутени. На солнце зеленеет. В прохладном климате дольше сохраняет голубой оттенок. Хорошо противостоит болезням и вредителям. Далее хоста кросса регал. Хоста вазообразной формы, большая. Со временем разрастается в ширину до полутора метров. Листья размером 27 на 17 сантиметров в среднем. Морозно-сине-зеленый на длинных, почти вертикальных черешках. Плотная, сильно покрыта восковым налетом. Цветки светло-фиолетовые. Высота листьев 70 сантиметров и более. Высота цветоносов около 120 сантиметров. Края листьев немного волнистые. Нарастает достаточно быстро. Далее хоста Блю Мамос. Высота 75-90 сантиметров. Ширина до полутора метров. Шикарный куст с сине-зелеными листьями. В начале сезона дымчато-голубые и темно-зеленые к концу лета. Листва плотные, слабо повреждаются слизнями. Красиво цветет крупными, почти белыми цветами, собранными в крупные кисти. У этого сорта цветоноса можно даже не удалять. Они нисколько не портят эту красавицу. Далее хоста Блю Энджел. Синий ангел. Гигантская хоста каскадной формы. Куст высотой 80-90 сантиметров. Ширина куста также около 90 сантиметров. Листовые пластинки огромные, 30 на 40 сантиметров. Толстые, широко овальные, слегка морщинистые, с волнистым краем. Сизый восковой налет по темно-зеленому или интенсивно сине-зеленому. Синяя окраска лучше сохраняется в тени. На солнце зеленеет, как у большинства голубых хост. Почти белые или светло-лавандовые крупные цветки в плотных соцветиях на высоких цветоносах появляются в июле-августе. И еще одна хоста на сегодня – Blue Umbrellas. Куст высотой до 110 сантиметров. Ширина до метра. Листья 32 сантиметра на 25. Крупные голубые листья летом становятся темно-зелеными. Обратно чешевидные, блестящие, толстые, овальные, морщинистые, с желкованием. К самому концу вегетации цвет листьев меняется на темно-зеленый, что неизбежно, как я уже говорила у всех синих хост. Цветки светло-лавандовые, период цветения – июль. По поводу зеленеющих или просто зеленых хост, есть сорта и просто зеленые. Тоже они очень красиво смотрятся. У нас много зеленых хост, и они нам очень нравятся. Но про зеленые хосты, может быть, тоже как-нибудь сниму отдельный обзор. Каждый год появляется множество новых сортов, часто похожих, но все они красивые и любимые садоводами. Поэтому буду продолжать снимать про хосты. В следующих обзорах продолжу напоминать или знакомить вас с разными красивыми сортами хост. Я в прошлом году снимала сорта в классификации по размеру, по высоте. В этом году буду готовить обзоры в классификации по окраске листьев. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Красивого сада. До новых видео. Пока.